Сейчас коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике дайджест. Все никак не имется. В Кунгуре осужденный, организовавший поставку наркотиков в колонию города, дополнительно проведет еще 12 лет за решеткой. В январе текущего года подсудимый, отбывавший лишение свободы в исправительной колонии номер 40 нашего города, организовал пересылку в исправительное учреждение наркотического средства. Жена осужденного выслала в колонию почтой передачу с сокрытым в продуктах питания наркотиком. 24 января при досмотре продуктовой передачи сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере. Осужденный, который, к слову, также был осужден за оборот наркотиков, свою вину в совершении преступления признал полностью в ходе предварительного следствия и в суде. С учетом обстоятельств совершения преступления, данных, характеризующих личность виновного, Кунгурским городским судом, мужчина осужден за организацию и руководство незаконной пересылкой наркотического средства в крупном размере. Судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура города. В апреле на территории бывшего ремонтно-механического завода неизвестными лицами было похищено около 120 метров электрического кабеля, в результате чего произошло аварийное отключение линии электропередачи, идущей от подстанции Кунгур-Тяговая. Прибывшая тогда на место происшествия бригада Кунгурских электрических сетей обнаружила, что раскопки кабеля производились с использованием экскаваторной техники. По заявлению фермы «Энерго» было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По подозрению в совершении преступления полиции задержан ранее судимый местный житель, который уже дал признательные показания. Сейчас ему грозит ответственность по статье «Кража». Житель Прикамья сломал ребра своей подруги. Драма с элементами боевика разыгралась в соседнем с нами Березовском районе. Предварительно установлено, что в вечернее время в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, 26-летний молодой человек избил свою 28-летнюю знакомую. Результаты медицинской экспертизы показали, действия зоомышленника привели к тяжкому вреду здоровья пострадавшей, в виде перелома ребер и разрыва легкого. Сейчас ведется следствие. Возбуждено уголовное дело. Вопиющий случай произошел сегодня ранним утром в краевой столице, в Перми. Отечественная легковушка оказалась в яме с водой на перекрестке улиц Липатова и Магистральной. Вода разлилась по дороге до больничного городка. По словам местных жителей, потоп они заметили около 6 часов утра, а чуть позже в 7 утра в яму с водой провалилась Вазовская семерка. Внутри был водитель. Водитель двигался в сторону стоянки, рассказал очевидец событий. На улице Липатова произошел какой-то коллапс. От въезда в больничный городок образовался непроезжий океан, а чуть дальше появился обвал асфальта и туда провалился автомобиль Жигули. Как пояснили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, на место происшествия срочно выехали спасатели и пожарный расчет. Автомобиль удалось вытащить из провала тросом. Опасная территория на данный момент оцеплена. По данным коммунальной компании, провал образовался из-за аварии на водопроводе.